Что год грядущий нам готовит? Этот вопрос задает себе каждый человек. Тому, кто имеет свой бизнес, ответ на него интересен вдвойне. За ними, за ответами, мы обратились к начальнику управления налогообложения Организации инспекции по налогам и сборам Брестской области Сергею Зинчаку. Говоря об изменении, он отметил, что они и есть, но самое главное, все они направлены на упрощение взимания отдельных видов налогов. Что радует, сохранилась ставка налога на добавленную стоимость в размере 20%. Что не позволило увеличить рост стоимости товаров, реализуемых населением. В то же время для плательщиков налогу на добавленную стоимость являлась обязательным такая норма, как представление налоговой декларации только в электронном виде. Это больше связано с ожидаемым дальнейшим введением счетов фактур по налогу на добавленную стоимость и упрощением администрирования. Также законопроектом предусмотрен ряд стимулирующих положений. В частности, по налогу на прибыль предусматривается совершенствование механизма применения амортизационной премии. Плательщику будет предоставляться инвестиционный вычет в размере от 10% до 20% при приобретении основных средств производственного назначения, а также при внесении капитальных вложений в такие объекты при их реконструкции и модернизации. Такой механизм позволяет создать дополнительный инвестиционный источник для плательщиков, когда происходят процессы реконструкции и модернизация, а ставка по налогу на прибыль также сохранилась. Она составит 18%. Но в то же время введено поквартальное исчисление и уплата налога. То есть налоги теперь будут исчисляться поквартально и представляться отчетность не позднее 20-го числа и месяца следующего за отчетным кварталом. То есть по первому кварталу за 2014 года необходимо будет предоставить декларацию не позднее 20-го апреля 2014 года и уплата 22-го апреля. Следует обратить внимание на введение специальной системы налогообложения для микроорганизаций с численностью до 15 человек, которые осуществляют деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Вводится абсолютно новая система налогообложения – налог на вмененный доход. Законопроектом предусматривается определение базовой доходности для таких плательщиков, которая будет определяться с учетом численности работающих в организации. Необходимостью введения данного налога явилось установление многочисленных нарушений по соблюдению налогового законодательства в части сокрытия выручки. Вмененным доходом на одного работника в настоящее время будет являться сумма налога в размере 1 миллион 300 тысяч белорусских рублей в месяц. На одного работника? На одного работника. Если в организации работают три работника, значит нужно будет заплатить сумму в три раза больше. То есть получается, что 1 миллион 300 мы должны будем умножить на количество работников, которые у нас работают на организации. Это при базовой доходности 26 миллионов на одного работника и ставки налога в 5%. Законопроектом разрешается областным советом депутатов увеличивать или уменьшать в два раза базовую доходность в зависимости от местонахождения СТО или авторемонтной мастерской. Также следует помнить и об отчетности. Декларации по имененному доходу на единый налог будут представляться ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом. То есть первая декларация за январь 2014 года будет предоставлена не позднее 20-го февраля 2014 года и оплата не позднее 22-го февраля.